Девушки отдыхают Соня, дыши глубже и бежать будет легче Профессор, ну зачем нам эти дополнительные уроки физкультуры? Может лучше позанимаемся волшебством? Девочки, с волшебством у вас и так все замечательно А вот спортивные результаты надо бы подтянуть Помните, как вы устали на нашей прогулке к охочущим горам? Было не до смеха Профессор, уверяю, мы в отличной форме Отдыхаем и пробуем снова Между прочим, я отлично прыгаю Когда превращаюсь в лягушку И зачем бежать самому, если есть сапоги и скороходы? А равновесие, как будто я собираюсь каждый день разгуливать по бревнам И вообще, на прогулке лучше летать на ковре самолете Лучше бы этой физкультуры вообще не было А это идея! Давайте напишем волшебный совет Это же они составляют школьную программу Вот пусть и уберут из нее все лишнее С ними, профессор, спорить не будет Уважаемый волшебный совет Мы, ученицы Дарья, Софья и Василиса Считаем, что волшебницам незачем бегать, прыгать и ходить по бревнам И просим вас отменить такой устаревший предмет, как физкультура Беличи Экспресс прибежит только на следующих выходных Лучше отнесем письмо к почтовому дубу сами Мы точно правильно идем? Идем точно по карте Почтовый дуб сразу за скрипучей чащей А это точно она Ой Отменять физкультуру даже сложнее, чем ею заниматься Зато письмо мы несем один раз, а физкультура у нас постоянно Кажется, нам туда Что это? Ой, такой малюсенький Это мухоморы-прыгуны? Самые древние на свете Я давно мечтала их изучить Но Кощей Кощеич запретил ходить в грибной заповедник И правильно сделал Таких лучше по картинкам изучать А как они выбрались из заповедника? Это не мухоморы выбрались из заповедника Это мы в него забрались А мухоморы-прыгуны не любят гостей Гости могут наступить на грибы Но мы-то ни на кого не наступали Вроде бы Только не прикасайтесь к ним А то потом всю неделю будете чесаться Чесаться? Стой, замри! Отворот, поворот! Там, где живут мухоморы-прыгуны Наше волшебство не работает Потому-то их и держат в особом заповеднике А что же нам делать? Бежать! Сейчас бы Сапоги-скороходы Вспомни совет профессора Дыши глубже С той стороны тоже есть дверь На этой полянке всё наоборот Грибы почему-то бегают за людьми А тропинка почему-то мягкая Это не тропинка Это болото Дальше нам не пройти Смотрите, почтовый дуб Пойдём по бревну Только очень осторожно Надо было захватить с собой ковер-самолёт Мне не справиться с этим болото-трясением Справишься, если не будешь смотреть под ноги Как профессор говорил Смотри на нас Я как будто иду по твёрдой земле Так ты по ней идёшь Добрались Девочки, выход Ничего Главное, от мухоморов убежали А они об этом знают Помните, к ним нельзя прикасаться Сделаем, как советовал профессор Присядем перед прыжком Перед прыжком куда? Сюда! Я так высоко ещё не прыгала Даже когда в лягушку превращалась Это всё физкультура Да, без советов профессора у нас бы уже всё чесалось А так у меня только руки чешутся Поменять кое-что в письме Простите, девочки Это, наверное, я забыл закрыть Когда проводил тут экскурсию для Грюнвальда Скажите, если не секрет А что же такое срочно было в вашем письме Что вы даже не дождались Беличева экспресса? Никакого секрета, профессор Мы его наизусть помним Просим, уважаемый совет Выразить благодарность нашему профессору Который заставляет нас бегать, прыгать И ходить по брёвнам Как бы мы не капризничали Его советы спасли нас от мухоморов-прыгунов Спасибо, девочки Всегда приятно получить похвалу от учеников Кстати, не забудьте Следующая тренировка завтра утром Скорее бы! Ура! Мы готовы! Любимая игрушка Девочки, никто не видел моего Мишку Сонь, давай завтра Мишку поищешь, а? Поздно уже Ага, спать охота Я быстро Он где-то здесь Может, упал? Мишка! Соня, уже поздно Давай спать Так, посмотрим, что у нас здесь Это в музей О, где-то я тебя уже видела Волшебный? Пожалуй, твоё место тоже в музее Соня, ну сколько можно? Я думала, Мишка здесь Сонечка, ты уже большая Пора бы засыпать без Мишки Он тебе больше не нужен Ладно Не бойся, Мишка Я тебя завтра найду Вот, посиди здесь Ура! Мы ожили! Пора играть! Ну что? Поиграем вместе? Смотри, как я могу Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- это фокус я тоже хочу стать большим и что даже ночью искала ну да но даша проснулась и сказала мне что я уже слишком большая для игрушек и мне пора засыпать без мишки и он мне больше не нужен но мишка не просто игрушка он мой друг ну конечно мы его найдем кощей кощеич знает заклинание для потерянных вещей эй ты чего давай играть в цирк смотри у меня тут целая труппа а ты будешь гвоздем программы что-то плачешь надоело тут сидеть точно как я сам не догадался бродячий цирк и постой мы же не взяли своих артистов так вот что я их приведу а ты собирай зрителей мишка ну где же ты пошли пошли вперед мишка он здесь а вот и зрители мы приготовили для вас потрясающее цирковое представление вот это да откуда здесь цирк может учителя приготовили для нас сюрприз открывает программу живая башня что-то мне это не нравится вы же вы же еще вы же наши цветы о нет о да какая превосходная башня сделаем ее еще вы же ничего не превосходное она же сейчас упадет на школу а вот и не упадет а ледяная башня получается отличный цирк что здесь происходит примет свой обычный вид завороженный нет марлен так нельзя вы наоборот увеличили его мы должны сначала узнать природу волшебства только тогда заклинание сработает правильно оживляющий эликсир увеличивающий эликсир так вот почему тут огромные шахматы с клоунами разгуливают может это они взяли мишку спешите видеть жонглирующий клоун берегись вот не люблю я в шахматы играть девочки осторожней ставлю защиту долго я их не удержу я помогу да ну ее пусть падает придумаем что-нибудь еще эй клоун что-то сделал с моим мишкой я ленточку нашла а ну отдавай его мне нужен мой мишка он мой друг 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 ты потеряла мишку я знаю что делать если клоун уменьшится соня упадет но ведь ты не из моей труппы ладно я тебя принимаю будешь летающей гимнасткой аллее надо его отвлечь эй клоун мы тоже артисты смотри сюда здорово дрессированные лягушки настоящий цирк хожу конем класс аплодисменты ромы отличная трупа и наконец мой номер полет гимнастки на луну мишка мой мишка как же я заскучилась твой мишка просто герой и подумать не могла что обычная игрушка способна на такое я бы тоже хотела себе такого друга с ним что делать будем спрятать бы его а куда подальше в музей а может лучше найдем ему нового хозяина чтобы ему было с кем поиграть девочки даже на день вас нельзя ставить обязательно какой-нибудь цирку строите ну где виновник беспорядка мой клоун где вы его нашли это же моя любимая игрушка видите ли в детстве этот клоун был моим лучшим другом и признаться я очень рад встретить его снова привет дружище полеты во сне и наяву соня бедняга совсем разболелась видите у нее даже температура поднялась но она же поправиться конечно поправиться аленка она просто простыла ей нужно хорошенько отдохнуть однако жар может повлиять на волшебные способности сони когда она в таком состоянии ее сны могут просачиваться в реальность давайте подежурим по очереди у ее постели и если начнется что-то странное разбудим ее сон прервется и все станет как прежде давайте чур я первая спасибо аленка а нам пора на совещание да да помните если начнется что-то странное просто осторожно разбудите ее что варь твоя очередь такая погода хорошая вот если бы дождь шел тогда не было бы так обидно в четырех стенах сидеть ладно ну вот я сейчас быстренько за мечом сбегаю и сразу вернусь честное слово сонь как же здесь жарко мишка бедняжка тебе наверно так горячо потерпи я сейчас что-нибудь придумаю вот это да видел мишка я и не знала что я так умею представляешь как бы девочки удивились если бы видели давай поднимем все пока не загорелась что да что происходит зеркало василисы не надо было бросать соню одну что я наделала как же здесь жарко давай-ка вынесем все на улицу какая чудесная погода и не говори а варя так хотела погулять но все равно осталось сидеть с соней она хорошая подруга настоящая всегда поможет да что тебе снится такое что я наделала просто катастрофа а 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 Ой! Ой-ой-ой! Нет! Ой! Варя, что тут происходит? Что случилось с Соней? Девочки, простите, я всего на минутку её оставила. За мечом вышла, и вот... Зря ты её оставила. Да знаю я, мне очень стыдно. Ты это не нам говори, перед Соней извиняйся. Может, разбудим её? Нет, если мы её сейчас разбудим, сон прервётся, и тогда... Она вместе с вещами упадёт на землю. Нужно сначала отнести её в безопасное место, и только потом разбудить. Есть идея! Здорово! Молодец, Алёнка! Осторожнее! Нельзя будить Соню! Алёна, можешь поднять меня к ней? Я постараюсь удержать кровать ровно и помогу довести её до окна. Конечно! Здорово! Осторожнее! Как там Соня? Тихо! Ха-ххххх... Хххх чёрт! Ааа, нет! ХрюххххА Снежинки? Такая прохлада. Соня, проснись! Проснись! Соня, ты проснулась! Аленка, нет! А! Это что еще за... Соня проснулась. Соня, прости! Прости, Соня! Зря я тебя одну оставила. Плохой из меня друг. Ничего, Варь. Зато я видела удивительный сон. Я поднимала вещи в воздух. Силы и мысли. Знаю, Соня. У тебя все наши вещи на улицу полетели. Что, правда? Ну что ж, Варя, самое время тебе пойти на улицу и собрать все, что разлетелось. О, нет! Полуночная магия Новое заклинание? Пока не знаю. Сначала надо разобраться. Вот, смотрите. О, гигантская карамелька! Скажешь тоже, карамелька. Это рамка для фотографий с морской прогулки. Ошибаетесь. Ни рамка и ни карамелька. Это драгоценный камень. Девочки, я просто немного разбираюсь в драгоценностях. Такая квадратная грамка называется принцесса. То есть, если по-простому, это заклинание для создания драгоценных камней. Похоже. Чур каждый по камню. Лично мне огромный. С тетрадку! Мне с кастрюлил. Самовар! Даш, давай скорее попробуем. Подождите. Это заклинание нужно прочитать в определенном месте и в нужное время. По-моему, прямо сейчас самое нужное время. Нет, читать нужно, когда сегодня превращается в завтра. И только там, где в стенах таится знание. Что это все значит? Место, где в стенах таится знание, это библиотека. А сегодня превращается в завтра ровно в полночь. Ммм. А раньше никак. В полночь мы уже спать должны. Если только незаметно выбраться из комнаты. Ха-ха. Незаметно для Арчи. Да он сразу увидит, что нас нет в кроватях. И Кащея доложит. Господин директор, Арчи тут показал мне кое-что. Призрачные шахматы. Арчи на день рождения подарили. Хм. Видите, какие красивые. И очень удобно, кстати. Фигуры ходят сами. Даже можно до них не дотрагиваться. Ха-ха. А думают они тоже сами. Кстати, Арчи пора проверить девочек. Мы как раз успеем сыграть одну партию. А Арчи сразится с победителем. Так, что там у меня на Е-2? Королевская пешка, господин директор. Ну так вперед. Что ж ты стоишь? Как надоел этот шум. Невозможно. Завтра голова целый день болеть будет. Сработало. Ура! Что-то я за Арчи волнуюсь. Твои копии не напугают его? Привидений нельзя напугать. Оно само всех пугает. У-у-у! Когда заветный час пробьёт, теням ночным конец придёт. Сияньем аметиста мы этот дом очистим. Какой красивый! Мне, пожалуйста, кусочек правой нижней части. Сонь, ты чего? Мы что, пилить его будем? Да шучу, я шучу. Да мы бы и не смогли. Посмотрите, какой он твёрдый. На самом деле камень только кажется прочным. Если случайно ударить его в слабое место, он моментально разобьётся на мелкие части. Но говорю же, я немного разбираюсь в драгоценностях. Господин директор, господин директор. Но это не я. Ну да, конечно. Через два хода я ел вашего ферзя. Профессор, клянусь бессмертием, я тут вообще... Что-то тут не так. Быстрее, профессор. И что мы будем с ним делать? Повесим в спальне и будем любоваться. О, а это что такое? Это призрачные шахматы. Арчи, помните, он нам показывал? Шахматы в камне. Они могут выбраться. Девочки, это заклинание используется, чтобы избавиться от привидений. Если по-простому, это ловушка для привидений? Фух, хорошо, что мы отправили Арчи в лес, иначе... Арчи! Нет, улетай! Арчи, спасайся! Даша, Даша, быстрее останавливай камень! Я не знаю, как... Василиса! Я ищу слабое место! Вот оно, вот! Нашла! Нужно что-то острое ударить! Арчи! Ох, Арчи! Ради драгоценностей мы чуть было не погубили Арчи. Хорошо, что мы вовремя разбили камень. Соня, ты молодец. Арчи, прости. Девочки, что вы здесь делаете посреди ночи? Хм, ловушка для привидений. Понятно. Но когда мы принимали Арчи на работу, то вместе с вами уничтожили все копии этого заклинания. Или я что-то путаю? Нет, все верно. Но, видимо, одна копия все же уцелела. Вы же знаете, как они пытаются ускользнуть. На этот раз не ускользнуло. Ну, и кто же из вас его прочитал? Это все я, Кощей Кощевич. Нет, это не только Даша! Мы все вместе виноваты. Простите нас, пожалуйста. Ваша любознательность и стремление к экспериментам, конечно, похвальны. Но вы здорово напугали беднягу Арчи. А, значит, привидения напугать все-таки можно. Надеюсь, вы выяснили на будущее. В следующий раз не читайте незнакомых заклинаний. Мы сразу же покажем это вам, где бы вы ни находились. Ни в коем случае не будем пытаться. Прекрасно, прекрасно. Молодцы. Завтра мы с вами пролистаем все книги в библиотеке, чтобы убедиться, что нигде не осталось неучтенных заклинаний. Ну, Кощей Кощевич, завтра же суббота. Так это и хорошо. Именно поэтому вы сможете посвятить проверке весь день. ПТИЦА ПАЮН Что это? КОНДИТ Кажется, это в холле. Бежим! Ой, кто это? Вы что, не знаете? Это же птица Паюн. Не может быть. Как это не может быть? Очень даже может. Да, это я. Вы думаете, это действительно? Все возможно. Это потрясающе. Вы здесь, у нас, в школе. Да, я провожу бла-бла, творительное турне по учебным заведениям и прямо сейчас вам спою. Стоп, стоп, стоп. Что за спешка? Не сейчас. Но я обожаю петь. Почему это не сейчас? Учебный план, сами понимаете. Вижу, здесь совсем не ценят искусство. Надеюсь, наша знаменитая гостья не сочтет нас невежливыми. Ну, пожалуйста, Кощей Кощевич. Ну, хорошо. Но, после уроков. Ну, ладно. После уроков. Ура! Концерт, как здорово! А можно автограф? Мне тоже автограф, пожалуйста. По какой системе вы учились вокалу? Девочки, девочки, не будьте такими навязчивыми. Поаккуратней с нашей знаменитостью. Бегите скорее на завтрак, а затем к уважаемой сове на урок волшебного домоводства. Пока вы будете заниматься, я покажу нашей гости школу. Декоративное оформление холла представляет собой псевдосказочный стиль конца прошлого тысячелетия. Хм. Пирожков нет. И кофе. Что-то тут не так. Сова никогда не оставит нас без завтрака. Может, случилось что? Да. Похоже, урока не будет. Смотрите. Перо совы. Мы же можем узнать, куда она подевалась. Где была сова? Лети. По ее следам веди. Странно. И что сове в музее понадобилось? Похоже, здесь что-то было. Так вот же надпись. Перо волшебное дает свой образ птицы, что поет. Так здесь было перо птицы поюн. Неужели это сова взяла его? Похоже на то. Совы нет. Перо пропало. Зато появилась птица поюн. Но это не честно. Давайте выведем ее на чистую воду. Погоди, Варь. Она, наверное, просто любит петь. Действительно, жалко тебе, что ли? Пусть споет разок. Эх, ладно. Концерт так концерт. Дадим сове шанс побыть звездой. Только сделаем вид, будто ничего не знаем. Девочки, больше цветов, больше! Да, наша сова цветы обожает. Ой, перышко. Странно. Что оно здесь делает? Ведь оно должно быть где-то рядом с совой. Так, за ним! Вот наша сова. Да, она у Яги в плену. Ой, я боюсь ее. Не бойся, она летает где-то. Видишь, метлы нет. Пошли. Девочки, спасибо вам большое. Но как это получилось? Как получилось, как получилось. Вы же знаете, что наш директор не одобряет самовольное волшебство. О, вот я и решил отойти подальше от школы, чтобы превратиться в птицу Паюн. Обернусь, Паюн, я птицей, чаровницей. Какой приятный сюрприз! А я как раз мимо пролетала. Дай, думаю, загляну в гости. Ку-ку! Значит, птица Паюн – это Яга? И теперь она хочет… Всех вас сильно расстроить. Я спою колыбельную песенку, и вся школа заснет беспробудным сном. Разбудить вас будет некому. А-а-а! Девочки! Бежим в школу! Спасать учителей! Баба-яга, стой! Мы всё знаем! Марлен! Профессор! А где Кощий-Кощий? Да, правда. Где Кощей? Почему его нет? Что такое? Ты не спишь? Сонная магия на меня не действует. Позвольте-ка… Отпусти, кому говорят! Вот оно! Баба-яга? Немедленно брось отсюда! Я вижу, вы уже справились. Она хотела всех заколдовать! Осыпить! Завладеть школой! Но Соня её победила! Молодец, Соня! В нужный момент ты не спящая царевна. А у меня для вас сюрприз! Птица поюм настоящая! Ура! Здорово! Только сову жалко! Я виноват! Я очень хотела спеть! О! Вы тоже любите петь! Хо-хо! Тогда приглашаю вас спеть дуэтом! Ура! Ура! Философский вопрос Спасите! Помогите! Выпустите нас отсюда! Ага! Ну ничего! Решёточка сгодится! Стоп! Снято! Давай, показывай, что вышло! Помогите! Выпустите нас отсюда! Всё-всё! Ну ничего! Убедительно! Ну ладно, выключай! Так... Расписание школьных занятий! Ага, вот! Генератор волшебных заданий! Вторник! Двенадцать сорок пять! А сегодня у нас... Понедельник! Хе-хе-хе-хе! Мы посадим девчонок за решётку, снимем фильм и пошлём его Кащею! Пленницы умоляют о спасении! Кащей в ужасе! И тогда он сделает всё, что я захочу! В конце концов, я достойна стать завучем в этой школе! В книгах вся мудрость поколений волшебников, а твои махания ногами – профанация! Мои махания – это концентрация и выброс чудодейственной энергии! Ха! Ой! Ну всё, всё, довольна! Ты ошибаешься! Нет, я права! Ну, девочки, не надо спорить! Царевны! На самом деле, это древнейший философский вопрос. Что важнее – знание или концентрация волшебной энергии? Для настоящего волшебника знание – это же очевидно! Очевидно! Тоска зелёная твоей книжки! Царевны! Извините, профессор! Итак, как раз по сегодняшнему уроку лабораторную работу с генератором волшебных заданий идут выполнять царевны Варвара и Дарья. Прекрасная возможность для вас разрешить философский спор. Пожалуйста, идите к Дубу, там я создам вход в тренировочную реальность. Вот и покажете, на что каждая из вас способна. О, только две царевны. За двух-то он меня за ручем не возьмёт. Это максимум – учитель химии. Ладно, нахимичу я вам. Ушёл наконец-то. Эй, спишь, что ли? Живы ко мне! Лапу давай! Шуби-дуби, лепота! Меня и задание кота! Ха-ха-ха-ха-ха! Хорошие из нас хакеры, да? Портал, пошли! Что-то он странный какой-то. Проиграть боишься? Ой! Мрачноватый мирок. Для испытания – то, что надо! Ха-ха-ха! Ого! Разрешаю тебе выйти. Да? И как выходить? Перелезать, что ли? Сейчас-сейчас. Ага, вот. Пряжите-вяжите. Ну, неплохо. Сломали мою решёточку. Погодите, вы у меня. Эй! Берёзка-берёзка! Где ромашка? Смотри эту запись. Профессор мог бы и посложнее задание дать. Для меня это детский урок. А для меня младенческий. Я не поняла. Ух ты. Вот это визуализация. Яга как настоящая. Да и есть настоящая. Ого! И разговаривает ещё. Больно смелые стали. Даша, скорее читай заклинание. Что? Сказать-то ничего и не можешь? Ой, оно обратно прилипает. Ха-ха-ха-ха. Никаких тебе этих вот... Сейчас вы у меня попляшете. Профессор. Кто-то подменил моё учебное задание. Невозможно войти в учётную запись. Позвольте. Да, действительно. Опять Козни Яги. Надо спасать Царевин. Бежим. Девочки из школы не на горе. Так, приготовиться к съёмке. Сейчас я их пугать буду. Эй, давайте, страдайте. Упрашивайте быстрее вас освободить. Ты про заклинание, что ли? Как же ты тогда сказала? Что-то там яже-мяже... А! Пряжете-можете? Пряжете-скряжете? Да что же их ничего не берёт-то? Эй, вы! У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-уу! Пряжете-вяжете! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Эй, избушка, стоп запись! Прохлятый отличницей! Дашка, останавливай её! Делай глубокий вдох и почувствуй энергию. Толкай эту энергию от себя. Ха-ха-ха-ха-ха, не доучилась маленько. Не умеешь — не дурись. Концентрируйся. Есть ты, твое намерение и твоя сила. Сделано, уровень прошли Даша, Варя Мы здесь С вами всё в порядке? Профессор, что может с нами случиться? Мы же в симуляции реальности Всё просто здорово И задание классное, и копия Бабы-Яги блеск Симуляция? Копия? Девочки, это всё было по-настоящему Да? Да Ну, царевны, а как ваш философский вопрос? Решён Мы поняли, что волшебнице нужны и книги, и сила Теперь не пропущу ни одного занятия по волшебной физкультуре А я заклинаниями займусь Полезная штука Урок волшебной ботаники Ммм, замечательная тыква растёт Потом попробуем из неё получить карету Как у Золушки Зато на моей горошине Не только принцесса Вообще никто уснуть не сможет Нет-нет, горошина должна быть обычной По сказочным стандартам Так, а тут у нас что? У меня тут баклажаны-невидимки Угу, я так и поняла, что невидимки Косметика, лесная красота Василиса, тебе ещё рановато об этом беспокоиться У бабушки скоро день рождения Она обожает всякие такие штучки Ммм, забота о близких – дело хорошее Но не на уроке Сосредоточься на учёбе, пожалуйста Ох, неужели получилось? Угу, созрели Молодец, Даша Вот удивится профессор Грюнвальд Он ведь уверял, будто сорт навсегда утрачен А кто это? Профессор Грюнвальд? Директор института волшебной ботаники Не зря сова хранила старые семена Девочки, у Даши получилось вырастить молодильные яблоки А мои хуже, что ли? Соня, ну что ты такое говоришь? Превосходные яблоки? Это из сказки гуси-лебеди Поешьте моих яблочек У этих яблок совершенно особенный неповторимый вкус А давайте-ка приготовим из них шарлотку Лосьон на молодильных яблочках Бабушка будет в восторге Я ведь немножко сорву Ой, Василиса, ты где пропадаешь? Да я... Все, пошли-пошли Смотри, я сахарную пудру нашла Принесла О, вот это пир горой Какие у нас девочки молодцы Можно мне вот этот кусочек? Ммм, просто великолепно Это ведь яблоки из... Да-да-да, из сказки гуси-лебеди Эй, давайте еще зачетный пирог А то это с ними Это я Это они из-за меня Молодильные яблоки попали в шарлотку Да, а я-то обрадовалась, когда их увидела Яблок не хватало Ты сорвала молодильные яблоки? Я чуть-чуть Так получилось А давайте в догонялки Педсовет прошу на связь Начинается сеанс Какой сеанс? Волшебно-арктический Профессор Грюнвальд ждет Что делать? Так, берите детей И в кабинет Кощея Продержитесь там хотя бы полчасика А я пока поищу способ их расколдовать Школа Дивногория, ответьте Школа Дивногория, ответьте Ой, если что, сделаю грозовые помехи Договорились Все, начинаем Вы запросили в видеосвязь Что там у вас случилось? Господин Бессмертный, слушаем вас Упс, а что сразу я-то? Надо показать другим пацанам, у кого самый зачетный огород Ну короче, кто тут самый крутой? Окей, понял Школе Дивногория, большой успех Наши волшебные ботаны, круче всех На грядке ботва неизменно растет Ну и всякое там Калина-малина цветет А сейчас наши ученицы расскажут о своих успехах О, успехи у нас происходят большие Мы выращиваем принцессин горошек Тыкву-карету Молодильные яблоки Молодильные яблоки? Не может быть Сорт же погиб Научная общественность не допустит обмана Заявление без доказательств Приведет школу к дисквалификации И лишению лицензии Вот вам доказательства Наши учителя попробовали эти яблоки В научных целях Испытали на себе? Какое самопожертвование? Я так понимаю, обратный переход уже готов? Конечно Алло, алло Вас не слышим Плохая связь Ух, сойдет Ну, ты скоро? Сейчас Е, е, е Е, е, е Та-дам! На ком пробуем? Я, я, на мне! Ты же можешь постареть Пускай Не позволю экспериментировать на детях Не работает Надо сначала охладить А, Вайкак? Ну, вообще-то на меня, как на бессмертного Такие вещи просто не действуют Но, признаюсь, решил проверить Как вы выкрутитесь из этой Э, э, довольно необычной ситуации Да Молодцы, справились А где мама? Однако, остальных учителей надо спасать Елена Прекрасная Прошу охладить Ох, спасибо А то что-то в горле пересохло Кощей Кощевич А можно оставить профессора еще на денек? А, он такой милый Игривый И повторить параграфы С девятого по сорок девятый Нет А, вот Предлагаю все-таки удалить фотки Детство закончилось Обратный переход произошел А, Василиса! Да ладно, что вы! Это просто маска! Секрет Мастерство растет А зеленый цвет мне как? Тебе лучше нежные оттенки Голубой, молочный Они тоже популярны И тебе пойдут больше Я же просила Невозможно сосредоточиться Что же нам теперь, шептаться что ли? Да ладно тебе, Дашка Мы тут и так стараемся На цыпочках ходим Девочки Я такой смешной сон видела Перестаньте Пожалуйста Ой Что с вами? Это я что ли? Я, оказывается, вот такое умею? Ура! Ой, сейчас, сейчас, сейчас Оживитесь Разомрите Двигайтесь Очнитесь Что же делать? А, нужно бежать за помощью И... оп! Здрасте Даша, ты куда так спешишь? К очителям Ой, Марлен Как хорошо, что вы уже вернулись Что случилось, Даша? По-моему, ты очень взволнована Понимаете, все дело в новой способности У меня открылась новая способность Так это же очень хорошо Покажешь? Да, но не всё так просто Они же шумели Туда-сюда, туда-сюда Я просто сказала А они раз И как обратно, не знаю Подожди, подожди Ничегошеньки не поняла Где, что, туда-сюда? Вот Если б я знала Я бы как-то поудобнее И как их назад теперь? Раз получилось в одну сторону Должно получиться и в обратную Пойдём-ка Я хочу тебе кое-что рассказать Оставить их в таком виде? С девочками ничего страшного не произойдёт А вот тебе надо успокоиться Девчонки Потерпите немножко Я скоро вернусь Профессор Вам не кажется Такая тишина Несколько странной? Ну а что? Девочки занимаются Хотя Согласен Немного необычным Чуть её вас не подвело Господин директор Да нет же Это просто шутка Это не шутка, профессор Так, а где? Даша Девочки, где Даша? Хм, Дашу надо найти Ей может угрожать опасность Господин директор Но нужно же освободить девочек Мы не можем вмешиваться в волшебство Природу которого пока не понимаем За мной, профессор Девочки, мы скоро Ты отличница Ты занимаешься, трудишься С другой стороны Данное тебе от рождения волшебство Пока не проявляется И ты нервничаешь Заметно, да? Не переживай Через это многие проходят Хочу сказать, что тебе повезло Неожиданный стресс Активировал твою способность Ничего себе Активация И что же Я могу использовать свой дар Только при стрессе? Нет Стресс просто помог ему проявиться Теперь твоя задача Научиться управлять волшебством Господин директор Другого варианта нет Хм Вы думаете? Конечно, это Баба Яга Она заколдовала девочек И похитила Дашу Бежим скорее Я, как и ты Училась в школе для волшебников И тоже долго не понимала Какой у меня дар Но вот как-то раз Гуляя Я наткнулась На целый клубок змей Ой, боюсь змей Вот и я Ужасно испугалась И от этого Взлетела в воздух Вот так я впервые Научилась летать Господин директор Вот они Но это же Марлен, профессор Эта яга превратилась в Марлен А наша Марлен Еще в отпуске Но как вам удалось спуститься? Сначала не получалось Долго болталась в воздухе Потом взяла себя в руки Успокоилась И все вышло В этом и есть весь секрет Хватайте, профессор! Попалась! Профессор, что с вами? Не уйдешь! Даша, с тобой все хорошо? Господин директор Что с профессором? Строит! Из себя Наш преподавательский состав Профессор, я отрежу И путь к отступлению Что вы делаете? Перестаньте! Да что ж такое? Сплошная активация Марлен сказала Нужно успокоиться Разблокируйтесь Нет, глупо Перестаньте! Что? Вот так просто? То же самое сказать? Дашенька, ты справилась Спасибо вам большое Я побежала к девочкам Позвольте, профессор Но вы же сказали, что Марлен в отпуске Да? Марлен, вы же в отпуске Я так соскучилась по школе Что решила вернуться пораньше Мы приносим вам свои извинения Мы приняли вас за Бабу-Яку Неужели я похожа на Бабу-Яку? Нет, что вы Вот и я Перестаньте Девочки, вы помните, что с вами была? Все помним Ты нас замерла Ой, как сказать-то Занешевелила Застолбила Закаменела Я очень боялась, что вы обидитесь Да что ты? Мы тобой гордимся Ты у нас крутая Крутая у нас Марлен Знаете, она как по перилам вверх Вжих! Как школьница Даша Ой Да ладно, что вы стесняетесь? Нам покажете, как вы это? Вжих! Ну, если хотите Хотим, хотим, хотим Но только чур Это будет нашим секретом Чёрная рука Девочки Хотите, я вам расскажу что-то интересное? Девочки! Не хотите, как хотите Ладно Завтра вы у меня ахнете Можно подумать У нас тут африканская жара Классные брюки Я их раньше у тебя не видела Можно будет примерить? Ты что-то спросила? Извини, не расслышала Дашка У тебя брюки цвет поменяли Мы видели Как ты это делаешь? Девочки Вы чего? Вот Какие были, такие и остались Ой А до того красные были Ну Не знаю, не знаю Все, точно Это она Даша Рассказывай быстрее Ну, пожалуйста Нам очень-очень нравится Мы тоже хотим наряды перекрашивать Ладно Ладно Так и быть Смотрите Волшебный веер Всего-навсего Домашнее задание Я его вчера вечером сделала Им не только одежду Вообще все можно перекрасить Ой, а давайте Арчи покрасим Не надо Да ты что? Так, Варя Давай его сюда Да ладно, ладно Девочки Сегодня вечером Я иду на бал Красиво К такому платью подошли бы черные перчатки Да пожалуйста Варя, ты что? На живое нельзя, наверное Ну, нельзя так нельзя Оно и не работает Работает Варя, это твоя рука? Нет Весь наш завтрак сейчас съест Да что завтрак? Куда она нашего Арчи дела? Девочки, за мной Потихоньку Я к Кащею А вы ищите профессора и Марлен Кащей Кащеевич Профессор! Марлен! Нам нужна помощь Пожалуйста, откройте Вы превзошли сами себя Изумительные цветы Кащея нигде нет Профессора тоже Она их всех съела Это же шапочка профессора Девочки, а где Соня? Она Она проспала, как всегда А потом А потом она пошла завтракать Бежим! Настоящая черная рука! Это вы столько конфет съели? Вы же испортите себе желудок Хм, ну или не желудок Но столько сладкого есть вредно Знаете что? А давайте мы вместе с вами пельмени поедим Я немножко сметаны добавлю Вы не против? Соня! Ты что делаешь? Ой, девочки! А зачем вам швабры? Соня, бежим! Она съела профессора И Кащея, и Марлен! Да вы что? Они цветы перед школой сажают Ты их видела? Ну да Меня еще профессор попросил его шапочку внутрь занести Боится ее запачкать Но нашего Арчи она точно съела! Мы все это видели! Это правда? Арчи! Мы тут за тебя переживали А ты все это время печенье уминал? Соня, она тарелку утащила Да ладно, пусть Я же для нее готовила И как тебе это в голову пришло? Ну понимаете Ее же все боятся Помните эти истории про черную руку? А я подумала Может ее нужно просто накормить? Сейчас мы подробно разберем схему Волшебного преобразования света Прекрасно! Я вижу, что некоторые из вас Справились с дополнительным домашним заданием Но прежде чем продолжить Я хотел бы напомнить вам О примечании в конце параграфа Свойства черного цвета Рассматриваются на высших уровнях волшебства Из-за сложности его составляющих Поэтому начинающим Не рекомендуется его использовать ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АЕРОДИНАМИКА Ой, подумаешь, пятно на полу Все равно, лучше прикрыть его Ну хорошо, хорошо И где же этот ковер? Где же, где же, где же? О, вот он! Какой-то он немаленький Донесем? А ну-ка Ой, да он легкий оказывается Все будет в полном порядке Не беспокойтесь Кощей Кощеевич, нам пора Доверяю вам школу, Марлен Не подведите Я директор Кощей Кощеевич мне доверяет Расправляю Вот так Ага Вот и не видно ничего Зря волновались Ой, какой хороший Такой уютный Просто сказка Ой, девочки Что это? Соня! Куда? Ой, а-а-а! Девочки, кажется, это ковер-самолет Соня, стой! Помогите! Соня! Доброе утро Я сегодня за главную Как дела в школе? Марлен! Соня! Помогите! Бедная девочка Где же она? Куда ее унесло? Так, за мной Покажи нам Соню Ничего себе Мы тут с ума сходим А она смеется? Это нервная Соня в порядке Ага Но ковер неизвестно, куда улетел Откуда вы вообще его взяли? Из кладовки Даша, Аленка, остаетесь здесь Сможете выяснить направление полета ковра? Попробуем Сможем Варя, Василиса, мы в кладовку Искать инструкцию Варя Варя Не время для баловства Вот, нашла Назначение Технические характеристики Уход за изделием Да не то Вот, управление Управление осуществляется голосовыми командами Подробнее смотри Указания на обороте ковра Соня и ковер удаляются к югу Только бы повезло Только бы повезло С чем повезло? С направлением ветра Чтобы ковер вернулся Нам нужен сильный южный ветер Так, юг там Василиса, откуда дует ветер? Севера Все пропало Соня удаляется от нас Подождите Может быть не все пропало Смотрите, чему я вчера научилась Я попробую сдвинуть облака И остановить северный ветер Держи, держи Аленка, держи Аленка, держи Сложно Аленка, может получится вызвать южный ветер? Нет, видите У меня не хватает сил Аленка, знаешь, как на качелях кататься проще? Чтобы вперед качнуться Назад отклоняешься Правильно Сначала в одну сторону Потом в другую Давай, все получится Давай Давай Алена, уже можно менять на южный Вот это да Невероятно Скорость ветра 8 метров в секунду Никого Алена, увеличивай скорость Ветер 20 метров в секунду Смотрите 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 Давай Давай Стоп Привет С ним так весело Только я не знаю, как спуститься Посмотри на обороте Что? Не слышит Читай на обороте ковра Не слышу Все равно не слышит Читай на обороте ковра Поняла, поняла Спасибо Чтобы взлететь, нужно сказать слово «сказка» Чтобы опуститься, хватит Ой, Соня Ура Сегодня у нашей Аленки открылись новые способности Идут А вот и мы С новыми учебниками Прекрасно О, я смотрю, вы тут уютно вели Да Хорошо Вы так быстро вернулись Вы знаете, профессор так управляет автомобилем Просто сказка Мяу Да Хватит Ого А вы, значит, ковер-самолет уже освоили Да Молодцы Хвалю Кстати А пятно под ковром легко отмывается живой водой Водопад 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 Водопад